Я нажал, все. Так, добрый день, уважаемые друзья. Сегодня очень необычное число. Об этом числе 17. 09.2022 год, но сначала 2021 год, говорилось неоднократно во многих писаниях и затем у тех великих, которые приходили к нам значит уже позднее, чем была Библия, Карантур, Махавкарта, все это уже было создано, и затем появляются новые великие, новые поколения, которые нам рассказывают о том, что сегодня мир изменился, и поэтому мы должны его понимать не так, как раньше, а идти вперед. Есть такое выражение в Библии «Не оглядываясь назад, простирайся вперед». Но мы с вами находимся как раз в серединной линии, когда старое и новое в равных пропорциях, и нужно уметь разбирать и то, и другое, и на базе этого идти и строить какое? Единорог. То есть есть такое понятие «Бык», да, а есть поэтие «Единорог». И я однажды шла, и меняем слово «бык», оно представляет определенное, это и антихристос, который с рогами, да, и «бык», и «тупой», который прет, куда захочет, да, а иногда он выбирает, куда пойти туда-сюда. У него три варианта есть. Вот, и я однажды шла, думала и думаю, что ж такое-то. Я куда-то приехала, не помню, в общем, какой-то парк. А у меня появилось такое, как бы, ощущение, что кислород-то нас разрушает. Вот мы приходим в парк, дышим, нам нравится, да, а с другой стороны, именно кислород начинает нас разрушать, поэтому мир и называется мир борьбы. То есть первый вдох, который сделал ребенок, он сразу себя начинает разрушать, но постепенно, по отношению к нашему восприятию мира. И вот я поворачиваюсь неожиданно, и прямо передо мной единорог с одним рогом, да, и пора взлетать, крылья такие. Я говорю, может быть, все-таки пора начать новое, все-таки, идя посередине. И вот, значит, я, не знаю, я себя объявила, нет, значит, Васюкова, Васюкова Ольга, значит, у меня, я продолжаю работать по схеме Вернадского, и еще называется, название у меня когнитивист, еще раз хочу напомнить, что это такое, это как бы подсоединение, связанное с неким компьютерным состоянием, что человек это не только форма, которая способна мыслить, но это и что? Компьютерная установка. То есть если мы оставимся посередине, то опять мы сможем идти вперед. И вот я преподавала ту теорию, которая идет через меня, она получена через автоматическое письмо, затем написана аудиокнига, и затем написана черновик. И вот я преподавала в основном на Казахстан. Сначала были ребята из Москвы, а потом появился Казахстан. И у женщины, которая, ну, я ее считала важной для этого учения, у нее не уходила проблема, и вдруг начались резкие обострения. И у меня тоже начались бешеные обострения, понимаете? Но я не бросаю, а она перестала общаться. И вот я смотрю, значит, это самое, на ее в интернете, там написано «Рая Алматы». Да, разверни в мою сторону, чтобы я видела, что пока видно, да? Алматы. И вдруг у меня это все переворачивается. Знаете, как вот раз-раз-раз все смешалось, да? И появилась «Я, Ра, Ты, Мала». Представляете? И вот я смотрю тупо, да? И думаю, я же понимаю, что чудес не бывает. Я ближе к науке. Наука уже доросла до философии настолько, что она сама запуталась в своих исследованиях. Потому что, с одной стороны, Бог есть, с другой стороны, не Бог есть, я неправильно сказала, что мысли наши идут от плюса к минусу, либо от минуса к плюса, либо их вообще нету. То есть, в общем, в результате Курчатский институт приглашает к себе фантазеров, которые могли бы объединить науку и философию и что-то идти вперед. Никто не знает, что делать. И вот центральная картинка моя, вот эта вот, да? Была такая картинка. Я вам ее показывала, я не вижу там. Видно, видно. Да? Ну, смотрите. Вот. Вот, да. Я просто хочу, чтобы вы еще раз обратили внимание. Я ее много раз рисовала. Потом, значит, сегодня я тупо села и сказала, что же мне сегодня говорить. Я посмотрела вот на этот рисунок, да? Вот на это, то, что нам давали, да? И у меня в голове появилось то, что обычно говорят, что все вышедшие из-за грани этого мира, они, во-первых, ненормальные, чокнутые. Во-вторых, они прекрасно понимают, что пишет ручка, а не они сами. И некоторые понимают, что они формируют старое, а другие формируют новое. И вот, как бы, одна великая, и она, она мне сказала, послушай, наука, останься посередине. Веры сегодня нет. Я говорю, а куда же ты, вера, делась-то? Она говорит, подумай и разберешься. И вот, короче, значит, появляется еще один рисунок. Сегодня вот мои друзья, ну, вы все мои друзья, естественно, да? Вот, уже, как бы, начали смотреть Пелермана, Стивена Хокинга, более считываясь во все это. И в результате получается, что сегодня действительно момент перехода в новый режим. Мы должны и старое разобрать, и новое, и каким-то образом получить озарение, что и старое, и новое является иллюзией. И что Бог, это не мужчина с бородой, но я уже так мягче говорю, да? Я пришла в церковь, пошла посмотреть, думаю, ну, был же он там. Там был, это церковь, ну, Даниловское кладбище. Там был мужчина с бородой, длинной бородой развивается, и он держит вот так солнце. Его нету там. Я подхожу и говорю, вы помните, что здесь была вот эта? Нет, они даже не помнят. То есть стирается настолько, что вообще не знаешь, что говорить. Я прихожу в другую церковь, да? Люди уже забыли, что на иконе Троицы обязательно была вилка и нож. Когда я спрашивала руководителя, а зачем нужны вилка и нож, он говорит, ну, как же, нас надо колоть и резать. Учить нас надо, да, мы должны расти. И вот получается, что, как мне сказала одна девочка, она сказала, а может быть там вилка и нож-то просто исчезли, их не видно. Они есть, но их не видно, да? А было вилка и нож, вилка и нож. Потом появляется ложечка, да? Я вам это рассказывала. На иконах появляется что угодно, а мы даже не замечаем этого. И мы каждый говорит в свой раз, говорим чудо, чудо. Не бывает чудес. Есть непознанная человеком реальность. И вот на этом надо сконцентрироваться. Итак, термин Бог. Вот я показывала своему другу сегодня. Он сказал, что это только часть. Вот если хотите, дома посмотрите. Бог это что угодно может быть. Но мне больше всего нравится, что Бог это энергия пустоты. Дальше. Иллюзия творения. И, внимание, зло несущее освобождение. Вы представляете, дручка у меня написала. Почему? Потому что я очень хорошо знаю, что такое темная материя, ящик Пандоры, Ларец Иисуса. Там все это прописано. Только вы все равно, если вам по программе ничего не увидите. Я обнаружила что? Что если человеку не нужно меня видеть, вот он будет здесь стоять, он меня не увидит. Больф Мессинг, да? А это совершенно никаких чудес нет. Просто у него по программе не прописано. Итак, ученые 2006-2011, 2010 годы, они что на приборах доказали, что мысль формируется раньше, чем человек произносит ее. Еще раз напоминаю, что я была на двух конференциях. На первой это было две точки, да? А на второй конференции что уже было? На меня настроена камера, сзади видно мое изображение. Я думаю, ну я вам сейчас покажу. Я, по-моему, рассказывала вам уже. И я мысленно подняла вот так два пальца. Так за шесть секунд до того, как я их подняла, сканер стоит здесь, стоит. Сканер, я знаю, что такое. Все-таки немножко, да? Уже появилось, что вот эта иллюзия подняла уже там вот так руку. Они хохотали надо мной, ужасно. Потому что для меня это было новое, интересное. А для них уже пройденный этап. Вы знаете, сколько у нас сейчас разных приборов, которые делают такие чудеса, которые нам не снились? А мы продолжаем. И мне, я вот спрашиваю себя каждый раз, зачем наша группа? Она уникальна, между прочим, группа Белова. Прежде всего, потому что он Саша, это как переводится определенным, спящее начало божественное, да? Но это вот так перевел к Сайбаба. И Белов. То есть Белов, это тоже очень важно. Было два голубя, один черный, другой белый, да? Пяткой Бог выкидывает одного, и он ему не нравится, потому что равновесие нарушается. Выкидывает второго, и он опять в равновесии. То есть любая система всегда находится в состоянии равновесия. Еще раз, пожалуйста, я вам выдаю весь материал, что если кто-то что-то сможет, пожалуйста, буду рада. Итак, сегодня у нас, вот наш позвоночник, деление происходит наше начасти. Болевой синдром, зачем болевой синдром? Если я говорю, что мы же все хорошие люди вот здесь собрались. Мы хотим добра, да? Но не делай добра, не получишь зла. Мы до сих пор не понимаем, как это работает. Вот, и получается, что надо то добро, которое творило зло, заменить на что-то другое. То есть, во-первых, понять, как работает механизм этого мира, и, во-вторых, дальше уже идти вперед. И вот смотрите, самое интересное, во всем этом все чистое. Вот посмотрите. Вот я вам показывала все время точки-точки, рисовала, что наше тело состоит из органов, органы из клеток, клетки из точек, и ученые говорят, что в каждой точке что-то содержится такая тайна великая, в которой мы объяснить людям не можем. Вот. И себе тоже не можем. Не знаю, где там. В общем, короче, помните, там точки-точки, да? И из каждой ДНК всего мира в целом. Вот первые три части, вот три части, это первые две-три программы, которые формируют наш, нам образ, что мы должны расти. То есть мы должны быть маленькими, потом стать это самое подростки, и затем мы должны быть в юность, а юность – это максимальное творение с помощью образов, да, и получение информации через прямую. Поэтому мы должны дойти до того, что каждый из нас получает информацию напрямую. Каждый. Вопрос, как он ее использует, как он и может использовать, насколько он понимает, что такое человек. И вот когда, вот в Библии написано так, что мир был сначала безвинен и пуст, и не было ничего, вот, пустой. А вот какой он был, квадрат, куб, там еще что-то, это ему не важно было, он просто было, это была материя, через которую что-то было творение. И вот тогда что? И сотворил Бог что? Пожалуйста, загляните в Библию, там написано. И сотворил он сначала. Во-первых, он стал вот такой вот. Он появился, невидимый совершенно. Поэтому вот появляется вот этот рисунок. Он невидим, и ему скучно. Это нам так детские варианты, мы же маленькие дети. И он формирует мужчину и женщину, да. Только не так вот я покажу, а он формирует вот так, мужчину и женщину. И они подобны Богу, и они что, обладают сверхвозможностями, и им становится скучно. И, ну, это уже я немножко добавила, чтобы был более яркий образ. И тогда что? Лырид говорит, ты материализуешься Адаму, я улетаю рожать богов. И получается отделение неба от земли. Вот образ, который... Я почему-то только пошел, я вам скажу, а там что хотите, то и делайте. И вот тогда что получается? Небо и земля у нас отделены друг от друга, появляется два, появляется мужик и баба. Это очень хорошее название, это первое название, очень культурное название, да? И появляется что? Солнце. Вот солнце. И начинается творение нашего мира. Все бы было хорошо, если бы у всех было все так хорошо, как вот, например, пусть маленькие проблемы, но когда они такие вот проблемы, как у меня, да, то я не знаю вообще, что с ними делать. Тогда я получаю информацию. Есть понятие болевой синдром. Почему у нас проблемы? Почему у нас такое разделение? Я уже как ученый, да? Там слепание точек. Ну, слепание чего-то, получается, чакра, ну, языком философии, да, либо это место, которое отвечает вот за одну часть, вот какую-то часть нашего этого самого тела. Вторая, за вторую, треть, третья. Получается, что одно лечим, другое калечим. Зачем это надо? Значит, должен появиться медитатор, который что? Во-первых, может получить новую программу. Вот я вчера слушала выступление ясновидца, да, и он отвечал на вопросы. Очень интересный ясновидец, ну, потому что я переписываю все это, потом я это анализирую, да, что он сказал? Чтобы построить новый мир, нужно идти, как дом строится. Ты дом не построишь, пока не будет подвал сделан, подвал, пока будет, и пока у тебя не будет плана, как его строить, у тебя ничего не получится. И вот поэтому первое, что должно быть, программа, об этом говорит и вся наука, прежде всего, обозначает это слово. Ну, в Библии это как-то иначе, я забыла, судьба называется. И поэтому, что мы делали? Когда я впервые строила образ, я еще не понимала, что я делаю. Я говорила, внимание, это Казахстан, да? Одеваем на тело свою судьбу в виде сферы, затем что? Солнце, солнечную систему, галактику, Вселенную, все это вместе объединяем, рассыпаем, стягиваем внутрь себя, и теперь внутри вашего тела весь мир находится. И вот с этим миром мы будем работать. И если мы изменим в себе состояние, одну программу заменим на другую, то и весь мир, потом что мы можем, что сделать? Построить образ, что это воздействие идет на весь мир. И вот получается, что видите, вот основа-то чего у нас, плюс-минус, да? Это детство, отрочество, юность. И везде работает плюс-минус, плюс-минус. Вот они плюс-минус, видите? Вот один плюс, другой минус, они совершенно равны. Поэтому что я предлагала сделать? Ну, в прошлый раз мы тоже что-то сживали, а в этот раз я предлагаю что? Плюс-минус объединить, проживать. Получается, энергия выживания переходит в образ, который как-то называется энергии жизни. И тогда мы приходим к Вернарскому. Что сказал Вернарский? Он сказал, я сейчас окончусь. Что сказал Вернарский? Значит, мы должны, первое, что мы должны понять, что здесь ноусфера, биосфера. И дальше ничего не получится до тех пор, пока ноусфера и биосфера будут одинаковые радиусы, и не появится никто, но о ком он говорил, я не знаю. Он говорил просто о новой программе, которая будет получена непонятно как, непонятно откуда, и мир будет перестроен в состояние, где боль и страды исключено. У любого человека, включая форму человека, у любого, видимого, невидимого, слышимого, не слышимого, озвучимого, не озвучимого, живого, живого с точки зрения человека, все это будет обладать другой программой. И вот получается, согласно Вернарскому, получается так, что, во-первых, должна быть программа. Без программы никуда. Теперь дальше. Биосфера. Что это значит? Набираю энергию выживания. То есть, чтобы тело живым было, оно берет энергию от Солнца. А Солнце, оно, господи, ты боже мой, оно берет энергию Вселенной, то есть эфира. То есть, в основе всего лежит, по Теслу, это эфир. С точки зрения энергии Вернарского, это энергия жизни. С точки зрения философии, это ящик Пандоры. Вы представляете? Запутаться можно во всем этом. Поэтому мне сказано, что если один вырастет, то отзеркалит на других. Только нужно что? Сформировать образ. Во-первых, вокруг тебя две сферы. Они равного диаметра. Одна сфера помогает телу выживать. Тело, обладая способностью уникальной, как любая частица, превращать энергию выживания, которые дают боли, в энергию жизни. Затем что? И вторая сфера, это уже ноу-сфера, она позволяет удержать энергию, не отдавая ее Солнцу. И получается так, что Солнце работает само по себе. Это самое. Вселенная сама разберется. Она даст многих ученых, не ученых, а ясновидцев, за которыми будут идти толпы людей, которые будут любовь посылать на Солнце, получая приятные ощущения, а не любовь, любовь, они восстановят равновесие между несколькими людьми, либо одним там. Мы же знаем, что первым пришел кто, например, Иисус Христос, да, либо Шива, либо Будда, да, каждый приходит сначала один. Ну, нам такой образ формирует, мы ничего сделать не можем. Это хитрая система. Как она работает, я не знаю. Чем закончится, я не знаю. Я могу только сказать одно. Итак, биосфера набирает энергию выживания, тело трансформирует в энергию жизни, дальше ноосфера удерживает данную энергию до нужного состояния, и получается биосфера, тело и ноосфера, они накапливают энергию, и каким-то образом, как это происходит, вот эта программа начинает функционировать. Давайте, я на сегодня все, потому что, так, подожди, стоп, значит, что я вам предлагаю, предлагаю, вы видите, значит, вот они, две, две, да, вот они, слипнутся, должны, их надо проживать, и тогда энергия выживания превращается в энергию жизни, это самый яркий образ, поэтому я вам предлагаю, вот по одной штучке, ладно, а на этом заканчиваю, Саша, благодарю за совместную работу. Продолжение следует...